Всем привет! Вы на канале Сам Себе Повар. Меня зовут Светлана. И сегодня мы с вами приготовим гнезда из макарон. Очень вкусное блюдо. Но тут нечего сказать. Макароны с куриными грудками, с зеленью. Все очень аппетитно, сытненько и быстро готовится. Давайте приступим. Пару слов скажу о продуктах, которые нам понадобятся. Грибы я буду использовать шампиньоны. У меня свежие. Я возьму одну луковичку. Сметана ориентировочно вот здесь у меня 240 грамм. Сколько точно уйдет, я потом в рецепте напишу. Куриная грудка. Я уже освободила ее от костей кожи. И еще нам понадобятся макароны. Они здесь внутри, вот такими, как гнездышки. Соль, специи, зелень. Все это добавляется по вкусу. Сами добавите, сколько и чего вам нужно. Для начала измельчим куриную грудку. Лучше, чтобы куриная грудка была подмороженная. Тогда ее намного проще резать. Теперь добавим в нашу порезанную грудку одно яйцо. Посолим и добавим специи, которые вы любите. Я буду использовать чеснок сушеный, красный молотый перец и приправу к курице. Теперь эту массу необходимо перемешать. Фарш готов. Отставим в сторону. Порежем лук. Теперь часть положим в фарш. А часть отложим пока в сторону. Перемешаем лук с курочкой. Теперь порежем грибочки. Потрем сыр на крупной терке. Нальем сковородку растительного масла. Выложим лук. Теперь выложим грибы. Накроем крышкой. Подождем, пока они слегка обжарятся. Грибы дали сок. Добавим в нашу грибную массу 3 столовых ложки майонеза. Теперь добавим сметану. Теперь добавим воды, стакан и еще вот столько. Подождем, пока наша смесь закипит. У меня сковородка очень большая, поэтому воды я добавила 300 мл, даже чуть-чуть больше. Посолим. Теперь я добавлю порошок из сушеных грибов. У меня вот такие домашние сушеные грибы. Примерно 2 столовых ложки без горки. Наш соус закипел. Выкладываем наши гнездышки из макарон. Вот примерно так. Каждая гнездышка мы берем и выкладываем в нашу начинку, которую мы заранее приготовили. Теперь долейте воды. Уже теперь видно, сколько долей. Вода должна практически полностью покрывать макароны. Накроем крышкой и будем тушить минут 30. Наши макароны практически готовы. Посыпем их сверху сыром. Подождем еще минуток 5. И все, их можно будет кушать. Наши макароны готовы. Я их еще посыплю зеленью. Сейчас я положу их в тарелочку. Вот так они выглядят. Очень аппетитные. Очень вкусно пахнут. Быстро готовятся. Попробуйте и вы себе такие приготовить. А я желаю вам удачи. Большой и маленькой. Готовьте с настроением. Кушайте вкусно. Пишите комментарии. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч!